Всем привет! Привет! На канале Сестрицы в теле. А меня зовут Кристина. Вы две сестры и мы вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Худеем дальше. Сейчас мы будем готовить салатик жиросжигающий. Там где белок, жиры и практически нет углеводов. И вот самый жиросжигатель. Грифоутик. И вот даже можно кушать такой салатик даже вечером на ужин. Но мы вот сегодня как раз собрались на ужин и его будем делать. Ингредиенты сейчас ставим. Для жиросжигающего салатика нам потребуется банка консервированного тунца, пекинская капуста, авокадо, репчатый лук, красный желательно, грифоутик, зелень, у нас это базилик и огурец. Сейчас будем нарезать салатик. Я начну с пекинской капусты. А я буду кидать листики салатов. И читать вопросы. Да, и салат, и читай ВП Васики. Да. Мы встретились сейчас только вечером со Светланой, потому что у нас были свои дела. Я встречалась сегодня с одной девочкой. Она дочка нашей подписчицы. Девочку зовут Дарья. А Ольге большой привет. Она приезжала посмотреть с подругой город. Ольга это мама, да? Да, и, да, Ольга мама. И, ну, купили у нас свою альпаку красного цвета. А девочки большой-большой всем привет. Подписчикам тоже передавали и вообще всем, кто смотрит канал. Они почему-то немножко застеснялись сниматься. Ну, они так как бы не нашего возраста, девчата. Так что, Олечка, привет. А Светлана у нас? А, я на фотосессию сегодня ездила в Станицу Есенскую на крещение малыша. Вот. Вначале была встреча с родственниками, потом с батюшкой пообщались. Там всё рассказали, как будет проходить церемония. Потом была сама церемония. Хорошо, крестили только одного ребёночка. А то иногда же по 10 человек собираются, и больше. Я имею в виду самих, которые крестятся, а не деток. Вот. И потом застолье было. И на застолье ты тоже снималась? Нет, они поехали уже туда, в Ейск, а я уже домой поехала. Ага. Ну, на веру включения это не разрешают вставлять, да? Детей обычно не вставляют? Ну, не разрешают вкладывать? Я ещё не спросила. Да. Я так стесняюсь спрашивать вот это всегда. Да нет, это просто пытка, если честно. Можно, нельзя вот это. И что-то я дотянула до последнего, а так и не спросила. Я буду отдавать фотки и спрошу, можно выложить. Хорошо. А то бывает интересно. Ну, как бы считается, что уже для мамы, малыша, уже можно показывать ребёнка после крещения. И Бог же уже защищает ребёнка. И как бы можно уже показывать. Но это уже всё равно, всё индивидуально, но у себя всё спрашивает. Понятно. Так что, вот такие дела. Я уже по тебе соскучилась за это время. Я думаю, семью там, потому что его можно всем есть. Он полезный. И очень вкусный. Нам на двоих хватит и половинку. Если вы всей семьёй будете кушать, подсолите немножко, потому что, может, мужья не поймут его без ссори. Да, половинка тогда, если вдвоём, половинка грейпфрута и половинка авокадо. А курчик-то мужа это. И у нас такой вопросик, любовь задаёт. Он очень распространённый. Его уже давненько почему-то не писали, девочки. Привет, сестрички. Такой вопрос. Вот мы отмерили порцию на 450-600 килокалорий. Просчитали всё, а скушали и не наелись. И хочется добрать чего-то, особенно с чаем. Так вот, как быть в этих ситуациях? По калорийности добавлять тоже уже нечего, а дожрать чего-то хочется. Бывают ли такие ситуации у вас? Как вы с этим справляетесь? Так, если я такой перетреплю день или три, то впоследствии дни жорика наступят. Причём неконтролируемые. Да, есть такое. Я всегда хочется, когда ешь, что-нибудь дожрать. Как вы сказали, так и хочется. Поэтому всегда пытаюсь выпить чай с сахаром и ещё что-то. Чай вообще с сахаром не пью. Кофе с сахаром. Ну, сейчас я уже давно этого не делала. У меня такая мысль и водоумение посещает. Я вот как стала, один приём пищи есть, 500-600 килокалорий. У меня, да, у меня такой жор вечером. Я поэтому на ужин тоже калорийный у меня ужин. Вы здесь замечали по тарелкам. Обязательно там много мяса. Ну, мало. Ну, я тушу овощи. Мне нравятся они почему-то больше тушёные. Это уже, конечно, углеводы, но они горячие. Вот как бы горячая – это еда. И я её, ну, пытаюсь эти овощи, чтобы они были горяченькие, тушёные. И я как бы обманываю желудок горячей едой. Если я холодные овощи на ужин поем, мне потом через час-через два ей захочется. А у тебя такое? Угу. Девочки, маленький грейпфрут, да? Да, мы хотели рассказать, что мы как-то пытались снять салат. Помните, мы вам рассказывали? И у нас просто удалилось это видео случайно. И мы в нём разрезали вот так вот вдоль. Не вот так сейчас, как пополам, а вдоль. Попырёк, да. Да. И ложкой чайной вот так выковыривали. И получались такие маленькие кусочки авокадо без кожуры. Ну, без вот таких передовочек, да. Но сейчас мы решили... Всё равно тот способ немножко не помогает, потому что... Попадаются они. Горчит. И Света решила у тебя... Да, давай обычно почище по человеку. Потому что она всё равно себе вот так чистит. Я тоже, когда его ем, себе очищаю. Ну, мы вот так рассказали. Котролировать тебе приходится. Иногда посидишь, поел уже, и сидишь, ждёшь. Надо подождать 20 минут. Захочется есть или нет. И чуть-чуть говорят так, что... Да, но надо подождать. И потом ты понимаешь, что всё, жор прошёл, слава Богу. Ну, мне так помогает. Подождать надо. Так, руки чистые. Следующий вопрос. Наташа нам пишет. Девочки, привет. Светлана, рекомендую тебе почитать Майкл Мьютон «Путешествие души». Эта книга перевернёт сознание у тех, кто готов к 5D-формату. Ммм, как интересно. Спасибо большое. Там название сохранило? Конечно. У меня всегда всё сохранило. Почитаем. Спасибо. Я люблю такие книги. Обожаю. Я только их и читаю. Девочки, следующий вопросик. Юлия задаёт. Привет, девчонки. Как вам, Джиллиан? Вы живы? Майкл? Да, да. Это жесть. Да. Мы вчера занимались этим спортом. Я утром встаю. Во-первых, у меня под утро на одной ноге с утра газ крутила. А потом я утром встаю, у меня ещё и руки болят. Усталость сильная, конечно. Ну, не устала, а утром все мышцы болят. Мышцы, да. Мышцы, да. Ну, это же силовая тренировка. Всё-таки с непривычки это вообще. Сложновато делать. А тебе как нормально? Ну, всё равно другая группа мышц уже всё равно чувствую. Посложнее, чем ты беготнёй-то занимаешься по кругу. Да, беготня совсем другая. Да. Это как белочка там наша в колесе. Следующий вопрос. Бег больше на лёгкие, на дыхалку у меня как-то так, чем на группу мышц. Вообще как-то не влияет. Кажется, уже бег. Ну, у меня по себе обычно икры как-то болят. Ну, икры, да. Икры, и опять начинаются с угора. Ну, такие хорошие кусочки большие получаются. Без ложки. А от ложки, когда выковыришь, там сок прям вытекает. И просто у нас, мы потом готовили, у нас на дне вот это, ну, как бы жижка это. А так сухой получается, вкусненький. И он будет лопаться в ату, приятный будет салатик. И всё же с тунцом. Да, 14 стакан. Ольга спрашивает, Светлана, как называется ваша модель часов и довольны ли вы ими? Хонор. Очень довольна. Классные часы. Точно показывают, там, без всяких. Знаете, когда иногда в автобус сядешь, а он всё бежит, бежит, как будто ты бежишь. А на самом деле ты сидишь в автобусе или в машине. Даже такое бывает, да? Да, ну, на дешёвых таких часах есть такая площадь. Потому что мы заходили вот сейчас в магазин, вообще есть уже часы такие за полторы тысячи, как будто. За тысячу. Ну, вот такие самые дешёвые. Ну, начиная экспрессия как-то покупала, они совсем дешёвые. И вот они вот сядешь в автобус, смотрю, и ой, как будто я уже пять тысяч шагов прошла. А я только пояснулась, только села в автобус. Девочки, ну, если у вас, например, нету в данный момент денег, то вы можете за полторы тысячи купить. Вы, главное, их одевайте на саму ходьбу, на зарядку. И вы, чтобы проверять, что я прошла всё сегодня 10 тысяч шагов, и всё. Не надо специально для этого спортивные дорогие костюмы покупать. Да, начать даже без часов. Вон, обычный телефон не засечь сколько? 10 минут там до начала победы. Нет, ходьбы надо. Ну, уехать бы. Ходьбы, если вы начинаете идти, и без остановки хотите походить, 10 тысяч шагов это будет один час. В быстром темпе. Просто засечено. Вот это будет 10 тысяч шагов. Вот вы походите там по городу, или где у вас парки есть, и засетите просто один час, и ходите нормальным быстрым шагом. Не в развалочку, а в нормальном быстром темпе. Это будет 10 тысяч шагов. Это я вам приблизительно говорю, и вы 100% пройдёте это расстояние. И оно как раз аэробное будет тренировать у вас и сердце, и всё. И лёгкие сердца. Елена пишет. Девочки, расчёт талии. Рост делим на 2. И вот девушка пишет. Мой рост 160, минус 160 родить на 3, это 130 моя должна быть талия. Она, нет, вы ошиблись. Просто 160 делим на 2. И вот у неё при росте 160, в таком небольшом, то 80 должна быть талия. Вот у меня метр 70, у меня 85 должна быть талия. А у тебя тогда 88 должна быть талия. А, ну значит, у меня нормальная талия? Конечно. То там больше 80, это... Ну, у меня всегда 84 была, поэтому никуда. Не, нормальный талия. Хорошо. Маргарита нам пишет. Привет. По поводу фейслифтинга. Смотрела несколько роликов пластических хирургов. Говорят, мышцы лица не требуют тренировки. Наоборот, быстрее изнашиваются. Непонятно, кому верить. Вы знаете, я об этом думала много-много раз. Потому что я, когда была ещё школьницей, и у меня была моя ровесница, девочка, и она всё время своей старшей сестре, которая была на 15 лет старше, ей было лет 30, и она ей делала всё время массаж вот тут вот на лбу везде. И я ей говорила, а зачем ты ей делаешь массаж? У неё ещё и так хорошее лицо. Она говорит, чтоб морщин не было. И потом мы с ней взрослели, и она была потом среди своих ровесниц самая морщинистая. У неё больше всего, кому делала, потому что, во-первых, она не специалист, просто девочка, 15 лет делает массаж вот это вот, что-то тянет на лбу. И, во-вторых, я тоже тогда сомневалась, что это помогает, ну, чтобы разграживались морщины почему-то. У меня подружка всегда делала, помню, мы вместе жили, каждое утро брала там вот эту мочалку для лица, куча всяких скрабов, и каждое утро одно что-то нанесёт, смоет, потом потрёт, смоет. И были сильные морщины уже в 30, и потом всё хуже-хуже, прям сильно-сильно постаревывало лицо. Я вот делаю только девочки. А Даюга вообще ничего-то не делала, у неё такое гладкое лицо. Алина, например? Да. Она ещё и курила, но вообще такое личико было кукольное. Нет, девочки, она просто помесь русская, с татаркой, и всегда говорят метисы, мулаты, и всегда долго очень красиво выглядят. Ну да. Эта кожа такая плотная у неё, она вот эти вот скулы, скуластые, и она ни одной морщинки, наверное, сейчас у неё нет морщинки, нет. Она 30 лет выглядела на 18. Он сразу же кусочками в своём соку. Мы ещё, девочки, всё время, вот я делаю только вот эти. Вот для подбородка вот этих упражнений, и вот этого, тяну всё время вот эту жилу, которая всё равно, видите, она обвисает. Но я её тяну, потому что, чтобы вот этот убрать подбородок второй, вы помните, какой у меня был подбородок в самом начале? Ну, я думаю, что благодаря вот этим всем манипуляциям тоже помогают убирать. Ну, вот такое нужно делать, мне кажется, массаж. Ну, вот это, чтобы вот эти брыли убирать. Брыли вот это делают, и вот эту тему поцелую вверх. Девчата, и самый прикольный последний комментарий. Нам Ирина написала. Привет, землячкам. Девчонки, ну нас смешили комменты мужчин. Я вам предлагаю ввести номинацию на самый отвратительный комментарий. И когда вы приобретёте фигуру мечты, вызвать его для вручения приза публично. И вот тут мы посмотрим, ху есть ху, кто эти ланделоны. Какая идея замечательная, это вообще. Мальчики, так что не стесняйтесь, пишите. Любые гадости. Да, мы потом вручим вам приз. Вы приедете, может, там в гости, мы вам вручим приз, и мы посмотрим, кто. Там такой красавчик. Да-да-да. И вместе снимем видео с вами. Ирочка, молодец. Да, спасибо большое за замечательную идею. Да. Так, сейчас надо попробовать салатик. Я чуть-чуть подсолила и сбользнула совсем ложечкой, чайной ложкой маслом. И то, эта чайная ложка у нас на двоих. Да. Ну, даже на весь салат. На двоих. На весь салат, да. Я думаю, тут, наверное, и много будет. Но так как мы не будем больше ничего есть, мы как раз, наверное, это всё съедим с ним. Он ещё примерно есть. Так, попробуйте, пожалуйста. Ну, это как раз жиросеканщий салатик. На ужин. Я уже слюны глотаю. Пахнет. Кто любит гриффрут, кто нет. Я обожаю грифрут. Ну, я всю зелень. Тупо зелик. Кому что. Зато он тут всё. Это досталось? Да, конечно. Тут что-то, по-моему, все здесь. На. Девочки, очень вкусно. Хорошо, что ты его не подавила. Снигу. А, ну да, сука. Сука, сука, хоть это. Ммммм. Он вообще не горький. Очень сладкий. Так, видно там вообще что-то ходит. Ну, такой вот салатик получается. Бриятного русла это. Очень-очень-очень. Мммм. Так что, сжигайте, девочки, вес с помощью такого салатика. И будет у нас тонкая талия. Топим жгодчик. Ну всё, увидимся в следующих роликах. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok